В Красноярске впервые в России была проведена операция баллонная синусопластика. Она помогает при хронических синуситах и гайморитах. Операцию проводил американский врач Борис Каранфилов, который стоял у истоков развития этой технологии. Она, в отличие от несуществующих методик, может проходить без наркоза, без порезов, то есть без общеприятного хирургического вмешательства. Ребритация пациента занимает всего сутки. Цель проведения операции – показать новые технологии российским врачам. Сегодня врач-ренолог Борис Каранфилов – гость нашей студии. О новой методике, о доступности медицины и о многом другом в сегодняшнем интервью. Борис, вы провели в Красноярске операции баллонная синусопластика, которая помогает при хроническом гайморите. Вот такая операция, насколько я знаю, была проведена впервые не только в Красноярске, но и в России. И вопрос первый – кто стал инициатором проведения этой операции? Баллонная синусопластика на сегодняшний день – это технология, которой владеет компанией «Johnson & Johnson». Имея достаточно широкую сеть филиалов в Европе и в России, именно эта компания принесла данную технологию на территорию России. Мы приглашаем компанией «Johnson & Johnson» для того, чтобы ассистировать на этих операциях и помочь в становлении их на территории России. А в чем отличие этой технологии от других известных методов? Современная методика включает в себя эндоскопическую хирургию, которая предполагает вырезание части тканей из носа под наблюдением эндоскопа с помощью специальных скальпелей, укусователей и так далее. Существует еще одна современная методика – это так называемый «открытый доступ», когда на лице пациента делаются специальные разрезы, через которые мы заходим в пазухи. Баллонная синусопластика, в отличие от этих методов, позволяет вылечить пациента от хронического синусита очень нежно, не прибегая к удалению каких бы то ни было тканей, а так называемых мини-инвазивных. Я, насколько понимаю, что это была непростая демонстрация операции, то есть впоследствии российские пациенты смогут пользоваться этой технологией. На сегодняшний день технология представляется достаточно новой, и, конечно, ее внедрение в практику зависит от многих факторов, в том числе от обучения врачей, от того, насколько они владеют этой методикой. Сначала это будут большие госпитали, потом это пойдет в госпитали поменьше. Но что касается непосредственно в Красноярске, данная процедура первый раз была проведена, и это очень хорошо, и что с этого начнется внедрение данной технологии в остальные клиники. Ну, здесь самое главное, что это все-таки умение врача, или все-таки это важна аппаратура, которая работает? И как бы обучение в этом случае будет не настолько сложным? Представляется, что здесь важна комбинация как умения врача, так и хорошего расходного инструментария. Существуют другие производители, выпускающие подобные же инструменты, но они не обладают столь высоким удобством и качеством, как то, что было продемонстрировано сегодня. И даже несмотря на то, что другие производители берут врачей с хорошими навыками функциональной эндоскопии, они всегда сами процедуры удаются настолько успешными, как в данном случае. Насколько должно быть основательное обучение? Насколько нужно потратить на обучение врача для того, чтобы он сумел воспользоваться вот этой новой технологией? Исходя из той практики и предыдущих исследований, первые пять случаев использования данной технологии представляют достаточно серьезную задачу для врача, но буквально через пять, шесть, семь случаев врач получает уже достаточно опыта, чтобы чувствовать себя самостоятельным в выполнении данных процессов. А ваш опыт какой? Сколько вы уже сделали подобных операций? Я был вовлечен в становление этой технологии в Соединенных Штатах и входил в группу девяти врачей, которые участвовали в первом клиническом исследовании. Оно началось в 2005 году. В 2007 году у нас уже было набрано 115 пациентов. Сейчас данная процедура переходит уже в амбулаторное звено, и ее можно делать даже под местной анестезией. Поэтому у меня порядка семи-восьми лет опыт использования данной процедуры. Вообще, насколько актуальна эта проблема лечения таких заболеваний, как гаморит? Я могу говорить только за Соединенные Штаты. В Соединенных Штатах более 40 миллионов пациентов страдает синуситом. То есть это от 10 до 20% от всей популяции. Мы видим это достаточно часто. Это как минимум 1-5% всех пациентов, которые приходят, это хронические синуситы. И это приводит к тому, что американская экономика ежегодно теряет от 5 до 6 миллиардов долларов. А из-за чего возникает такое заболевание? Трудно сказать однозначно. Мы считаем, что это могут быть различные аллергены, это могут быть анатомические факторы, это может быть какая-то инфекция. Так или иначе, все эти факторы вызывают воспаление пазух и, соответственно, последующие синуситы. Еще говорят о том, что это возникает, когда просто недолечиваешь какую-то простуду, переночиваешь, допустим, на ногах, и в этом случае могут быть возникнут такие последствия. Это так? В клинических исследованиях показано, что в 4 из 5 случаев одним из факторов возникновения синуситы является как раз-таки вирусная инфекция, которую мы получаем при ОРВИ. Поэтому это действительно может являться существенным фактором в возникновении подобного заболевания. Вы в России, насколько я знаю, впервые. Вы уже успели пообщаться с кем-то из российских коллег? У меня была возможность поговорить с моими коллегами, но, к сожалению, долгого периода времени я с ними не буду пока что общаться. Чего вы ожидаете от визита в Россию? Ну, в первую очередь, я бы хотел, чтобы мои коллеги задумались. Моя задача – помочь восприять новую технологию здесь, на территории России. При этом я действительно удивлен уровнем российских врачей, которые я увидел, когда, имея в руках очень малое, они делают очень многое. Это требует огромного интеллекта. И я уже сейчас вижу, как они начинают задумываться над тем, что можно что-то изменить в практике. При операциях, насколько я понимаю, у вас уже прошли две операции. При операциях, я так понимаю, вам ассистировали русские врачи? То, что я увидел, меня поразило. Очень хорошая клиника, достаточно хорошее оснащение и очень хорошие навыки работы с эндоскопическим инструментом. Если этим врачам дать в руки последние новые технологии, то они смогут сделать очень много. В России сейчас в здравоохранении проходит реформа, и активно внедряется в страховая медицина. Я знаю, что в США она работает уже много лет. Вот могли бы вы, как-то человек, который уже достаточно долго с ней сталкивается, со страховой медициной, рассказать о каких-то достоинствах и недостатках этого подхода. Америка сейчас сама переходит к системе одноканального финансирования. Это делается по законам, которые сейчас принял, подписал Барак Обама, президент Соединенных Штатов. И у этой системы есть свои преимущества и недостатки. Преимущество заключается в том, что доступ к этой системе получает практически все пациенты на территории страны. Недостаток ее заключается в том, что она достаточно медленно реагирует на какие-то изменения, а эти изменения как раз-таки очень необходимы в хирургии. В США доступна система медицинского обслуживания для каждого? Скорая медицинская помощь доступна для всех. Если говорить о более квалифицированной помощи, то тогда нужно обязательно иметь страховой полис. Если страхового полиса нет, то в таком случае выбор только один – это скорая медицинская помощь и, возможно, какие-то благотворительные фонды. Для тех же, кто имеет страховой полис, система очень доступна. Как вы стали врачом? Мои родители эмигрировали в Соединенные Штаты из Македонии. Отец мой ветеринар, и поэтому я изначально интересовался медицинской сферой. Я в 13 лет сломал себе нос, и когда я пошел к врачу для того, чтобы он мне помог, то мне очень интересно показалось то, чем он занимается, и я решил стать лор-врачом. Насколько долго приходится в Соединенных Штатах учиться на доктора? Достаточно долгий путь. Четыре года в колледже, потом четыре года в университете, потом один год интернатуры, и потом от одного до пяти лет специализации. Если говорить конкретно обо мне, то у меня получилось четыре года плюс четыре года и плюс шесть лет. И только после этого вас можно назвать доктором? После восьми лет вы имеете возможность стать доктором литеризированным, но в Соединенных Штатах Америки многие любят, чтобы сначала у вас седина в волосах появилась, прежде чем вы начнете вообще свою собственную практику. Но у вас я пока не наблюдаю, значит, вы достигли этого своего результата гораздо быстрее. Очень много же сериалов существует. Существуют, допустим, сериалы какие-то полицейские, есть медицинские сериалы, они очень часто как бы транслируются, по крайней мере, американских очень много. Вы как-то за ними смотрите, когда вы смотрите эти сериалы, там что-то есть от этого? Тот же самый доктор Хаус, да? Насколько это правда, что происходит в американском здравоохранении? Потому что мы-то воспринимаем это так, что так оно и есть. Доктор Хаус – это в большей степени, конечно, развлекательная часть. Но многие вещи, которые в нем происходят, все-таки к правде приближены. В частности, если говорить о технологиях, то они отражены достаточно четко. Но если говорить о каких-то социальных аспектах нашей медицины, то, конечно, они далеки от правды. То есть что вы имеете в виду социальные аспекты медицины? Что там неправда? Как один из примеров, я, конечно, не смотрю все серии доктора Хауса, но то, что я помню, например, доктор Хаус принимает наркотики. На самом деле, в реальной жизни, если доктор принимает наркотики, пьет, он тут же лишится своей лицензии. То есть настолько все жестко, настолько все строго? То есть контроль за доктором осуществляется очень пристальный? Да, очень жесткий. Насколько выгодно быть доктором в Соединенных Штатах? Ну, в первую очередь, это профессия, которая просто удовлетворяет лично меня. И я работаю с очень молодыми пациентами, и когда я могу выбирать между разными методиками и видеть результат на своей работе, то, конечно, это меня очень сильно мотивирует. Поэтому в первую очередь, конечно, это большое удовлетворение. Небольшой личный вопрос. Вы сказали, что ваши родители, они переехали из Македонии в Соединенные Штаты. Насколько тяжело мигрантам с Восточной Европы обосноваться в Соединенных Штатах и почувствовать себя там своими? Мои родители миграли в 60-х годах, когда работы в Америке было достаточно много, и в этот момент была волна иммиграции из стран Восточной Европы. В частности, поэтому для нас процесс прошел более-менее легко, тем более, что мой отец имел на тот момент очень хорошее образование, и он практически сразу смог обосноваться в Американском университете и уже дать дорогу нам, молодым. Но вообще это непростой путь, и, конечно, родители, которые эмигрируют, они всю свою жизнь оставшуюся отдают на то, чтобы поднять своих детей. Вы по-македонски говорите? Мы же по-македонски говорим, по-русски «слабо мне». Но понимаете русский язык, когда к вам кто-то обращается, вот зная один из славянских языков? I understand the slavic words. Слова, которые имеют славянское происхождение, я понимаю. Тем более, что у нас алфавит, который изобрел Кирилл Мефодий, одинаковый. Но в македонском языке много слов из турецкого языка, и, конечно, они отличаются. Ну, вернемся к вашей основной деятельности, к вашей основной цели визита. Вы планируете каким-то образом проводить вот такой обмен опытом именно с Россией и с Красноярском в частности? К сожалению, этот визит очень короткий, но я, конечно, планирую и очень бы хотел приехать сюда еще не раз, чтобы помочь российским врачам делать эту процедуру в амбулаторных условиях. Сама по себе процедура эффективна с финансовой точки зрения, особенно если мы говорим о системе одноканального финансирования. Большое вам спасибо. Сегодня о новой щадящей методике лечения хронического синонсита, престижности профессии врача мы беседовали с американским врачом-ринологом Борисом Каранфиловым.